Приветствую вас, и вообще говоря, первая любовь, она особенно тем, что может быть с вами всю вашу жизнь. Именно тем, что она первая, именно тем, что вы впервые испытали такое чувство. Тут нужно понять, на самом деле, что во многом первая любовь преследует потому, что она никогда не является завершенной. То есть мы здесь влюбляемся скорее не в самого человека, а в его образ, тот образ, который мы нарисовали. Мы еще не опытные, мы еще не умелые, мы еще не знаем, не умеем ставить личные границы. Нам кажется, что любовь это все поглощающие чувства, стирающие вообще все. Но в действительности это не так. И именно когда первая любовь оканчивается неудачно, человек это учит. Учит. И отстаивает свои интересы, и устанавливает личные границы, и так далее. Поэтому указывая по-своему, в зависимости от того, насколько вы осознаете тот факт, что с этой девушкой у вас ничего не могло получиться, что вы слишком разные. В зависимости от того, насколько активной жизнью вы живете, насколько активно вы общаетесь с другими людьми и получаете новые эмоции. В зависимости от того, насколько вы активно проявляете себя, активно добиваетесь с его, насколько у вас активно происходит, активно и часто происходит успех, и насколько вы реализуете себя. Потому это понятно, что если вы, например, не будете ничего делать, если вы застыкнетесь на себе и на своих переживаниях, то чувства, тоска никуда не уйдут. Если вы будете дерзать на девушку злость и обиду, то, соответственно, дожди никуда не уйдут. А если вы пытаетесь принять этот факт, что с вами произошло, как вполне естественно, то есть человек на первой любви учится правило вообще себя вести, и хочется себя позиционировать в личных отношениях, потому что для него, что означает неудачно на первой любви учиться, человек неправильно себя позиционировал в личных отношениях, неправильно себя раскрывал, неправильно себя ставил. И теперь, когда девушка вас бросила, то есть как бы она осталась с вами, вы знаете, в чем вы были неправы, вы знаете, в чем у вас были ошибки, вы это подкорректируете. И если вы осознаете, что вы действительно не могли быть с девочкой тем, кто ей был нужен, то тогда у вас быстрее наступит процесс восприятия новых отношений. Именно забыть, именно насильно заставить чувство уйти нельзя. Я думаю, что как минимум 6 месяцев, думаю, как минимум полгода у вас будет достаточно серьезные неприятные ощущения. Дальше, если вы будете активно заниматься собой, даже если будете активно заниматься какой-либо деятельностью, дальше будет легче. И чем активнее вы будете общаться с другими людьми, тем активнее вы будете понимать, что вы рисовали образ девушки, они принимали ее такой, какая она есть, и она рисовала в той же образ ваш, но при этом не принимала вас таким, какой вы есть. Почему? Потому что причина, по которой люди расстаются, заключается именно в этом. Люди снижаются, между ними возникает страсть, они нарисовывают себе образ человека и начинают этот образ делать реальным. Стремятся подогнать человека к этому образу, к нарисованному образу, к идеальному образу. А это, естественно, невозможно. И из-за этого, рано или бон, и такие отношения заканчиваются. Когда чувство проходит, страх уходит, остается только привязанность. Да, на привязанности можно сохранить любые отношения, но только в том случае, если человек зрелый. Нельзя сказать, что люди, которые испытывают первую любовь, являются таковыми, к сожалению. Поэтому не нужно пытаться забыть первую любовь. Наоборот, пропустите через себя все, что вам эти отношения дали. Примите это. Подумайте для себя, что вы извлекли. Что вы поняли. И тогда, и какие ошибки, самое главное, вы совершили. И тогда поймите, что это все вас изменило, сделало другим человеком. И теперь следующие ваши отношения будут гораздо более глубокими, гораздо более взрослыми, обстоятельными, взрывыми и так далее. А первую девочку вашу нужно воспринимать как такого своего рода проводника в мир взрослых отношений. И тогда не потребуется ничего забывать. Хочется будет с вами. Любые чувства, в том числе и чувства первой любви, прекрасно. И пока вы с ним боретесь, пока вы пытаетесь от него избавиться, оно не уйдет, потому что вы заостряете на своем своем внимании. А если внимание не заостряет, если позволит ему, что у вас с вами быть с вами, то оно, соответственно, со временем трансформирует на вас кто-то другое. Например, благодарность к этому человеку за то, что он научил вас быть тем, кто вы есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.